Школа охотничьего мастерства Окунемся, святая святых То, что всегда остается за кадром Самое интересное История одного человека Как ты вообще стал охотником? Как ты пришел в охоту? Замучайно, абсолютно Не было ни одного родственника у меня Я, скажем, лет до 18 занимался очень сильно рыбалкой И, чтобы ты понимал, я отмечал каждые свои рыболовные дни У меня выходило больше 160 дней Который был на рыбалке Возвращаясь с одной из рыбалок Это было в Таманской дивизии Военный полигон Куда, в принципе, нельзя было ходить Но поскольку мы дети могли договориться с солдатами И нас пропускали Возвращаясь с рыбалки У нас там было такое место, где мы всегда отдыхали Я сел, поскольку был один Лодка тяжелая И смотрю так по центру плавают утки То есть, в принципе, не понимал Черно-белые какие-то интересные Это все было И почему-то у меня мой взгляд так на них остро упал И я попал прямо в самый исключительный момент В этот момент выскакивают два спинеля с берега То есть, из камышей Утки начинают подниматься И начинается стрельба То есть, меня это настолько захватило И когда я возвращался дальше Я встретил этих охотников То есть, причем это было исключительно по классике Военные охотники с двумя спинелями Классические ружья У них висят на тароках дичь Конечно, это из 15 лет Это было мне 15 лет До 18 я просто мучился Потому что не было ни одного охотника Кого мог посмотреть ружье Я читал просто массу литературы Как натаскивают собак Как охотятся Про все-все охоты Но это были такие тяжелые три года в жизни Потому что, конечно, как только 18 лет исполнил Я остался в армии Я получил разрешение Купил ружье Вот это как бы было таким стартом Смотри, ты пошел на охоту в первый раз, да? Почему это утки? Потому что ты увидел первую охоту на уток И она тебя просто затянула Да, конечно То есть, это именно птица Но всегда, нет В любом случае, как бы птиц мне как-то больше Я изучал и охоту с гончими Как бы с борзыми И все остальное И очень хотел легавых собак заводить То есть, как бы это все очень подробно изучалось Но все равно как-то у меня больше легло Именно на водоплаващее Как помнишь, все это все равно Было как вчера Был добыт первый трофей Вот это был как раз вчерок Это был Кубинский район Наш Одинцовский район Так называемый Нарасановский рыбхоз И тогда тоже было Сейчас он называется Нарские острова Он был так добыт с подъема Но поскольку не было ни собаки Ничего, никакой лодки Да, это такие прям Илистые, очень тяжелые места Торфейники Когда он упал То есть, я вот даже сейчас это анализирую То есть, реально я рисковал жизнью Сколько я был один Это все очень топко И очень такими путями Я его все-таки достал Да, и конечно Вот это ощущение было просто непередаваемо Чем как бы я хочу и похвастаться Это ощущение такое Я осталась до сих пор Каждая птица Могу сказать абсолютно точно Я ее всегда поглажу Я ее всегда отмою от крови Чтобы она Какой-то была Внешний вид Ну, как бы Охота бы не была Но в целом, как бы Отношение к дичи именно такое То есть, не то, что там Закинул лодку Да и все А как получилось вот так Что по итогу Ты стал работать в охотхозяйстве Вкратце, да Я пришел с армии Была мечта в детстве А я, в принципе, наверное Не знал, что такое слово егерь У меня была мечта леснить Я всегда почему-то представлял Что буду жить в лесу Вот И как-то вот у меня было такое Ощущение Вот И, в принципе Когда я пришел с армии Пошел Буквально устроился там Помощником краснодеревщика Рядом с этим цехом У нас было какое-то озеро Уже наполовину засыпанное Поскольку это промзона И там всегда Внездились и утки И лысухи То есть И, конечно, на работе меня не было То есть я всегда бегал И смотрел, как они там Этих птенцов выводят То есть, ну, работник я был Никакой, в принципе Очень благополучно Через месяц Ну, меня просто культурно Попросили уйти И как бы я был с этим согласен А поскольку уже был Охотничий билет у меня Я пошел в свое общество И сказал, что Мне очень хочется Познакомился с председателем И он Скал, Дима, пока некуда У нас, как бы, егеря Все исключительно Ну, уже по обходам Распределены К большой радости Мне сделали удостоверение Общественного охотно-инспектора И я могу сказать Что через три дня Наше общество Стояла очередь браконьеров Потому что все Конечно, я проехал Все водоемы Все поизымал Вот для того Чтобы оформлять протоколы Сколько протоколов выписал? Очень много За день Я мог выписывать От 15 до 20 протоколов Одинцовский район Вот это в жизни Ну, я тебе могу сказать Что счастливее человека На свете не было Хоть ты голодный, бедный У тебя нет ничего Но ты самый счастливый Хотя я жил в вагончике От 66-го Скажи, пожалуйста Вот охот ведь много различных Ты пришел Через ути на охоту В охоту Уже в более сознательном возрасте Как ты относишься К другим охотам К зверовым охотам Которые есть Охотам На пушного зверя Был ли у тебя опыт Охотился ты Супер Отношусь Ну, вообще охота Она вся по-своему Хорошая, красивая Да, то есть Не легла охота Например, на зверя Поскольку работать Тем же егерем Да, очень много Было связано с биотехнией С работой И так далее И, конечно Это было не до охоты Мне до сих пор Никто не верит Что проработать Столько времени В охотхозяйствах Я за свою жизнь Только добыл Одного козла-косуля Это была моя мечта Добыть хорошего Трофейного козлика Который висит У нас в офисе его Вот Это единственная память Как бы мне хотелось И я его добыл Ни кабана, ни лося Как бы ни в коем случае То есть Масса организаций охот Мы делали Конечно Все это организовывали Но самостоятельно Я не добывал Для себя В принципе Загоны охоты Ну, это мое личное То есть Я никому это не навязываю Я их в принципе Не приемлю Для меня Больше было бы интереснее Это индивидуальная охота С собакой Да То есть Какие-то такие Вещи более индивидуальные Охота на птиц Она более динамичная Да, то есть Тут нужно больше навыков Определенных Да, то есть И поставить щела И маскироваться И подманивать То есть Как бы Самое Как бы Каких-то телодвижений Ну, значительно больше Ну, и в принципе Это, наверное, все-таки мое Что Вот я тебе просто На своем примере Скажу Это был где-то 2007 год А когда я Воспроизвел охоту Из формата Просто стоять в посадках И сидеть на стагу сена Ожидая налета гусей Скорее всего Вечернего Решил освоить Формат охоты С профилями С деревянными И Что-то в виде манков Тогда появились первые Биофоны Они назывались Как раз это это время И тогда были первые Доступные в интернете Видеоролики С манками В основном Это были американские ролики И первые на рынке Который появился Ролик вообще С русскими охотниками Еще часто Путали с американскими Это твой Многие Это ни для кого не секрет С тех времен Воспитывались В том числе на твоих видео И пришли в эту охоту Именно благодаря твоим видео Скажи, а для тебя Когда случился этот переломный момент И кто для тебя оказался учителем Который тебя привел к духовому манку Никто вообще Никого не было Не было интернета Ничего не было Само собой Пришло Я первый манок Купил тоже Я помню в армии Американский И конечно Для меня это было просто Открытие Как родилась сама по себе идея Из чего она родилась В принципе Создать свои духовые манки И пропагандировать Охоту с духовым манком В России Сложно сказать Как только начал охотиться Я примерно понимал Что мне это нравится То есть Я не думал Что это будет Каким-то основным видом Моей деятельности Потом опять Это все равно Дело случая Товарищ Мужчина Значительно старше меня Я ему рассказал Он был прекрасным токарем Он сказал Давай сделаем Просто для себя Сперва сделали для себя Потом Это опять-таки Жизненная ситуация Поддержала супруга Сказала Что здорово получается Давай попробуем Сейчас сделаем сайт Тебе нравится Людей обучать Снимай там какое-то видео И потихонечку Это одно за другое Начало цепляться И в итоге Образовалось То что На данный момент То что образовалось Давай сейчас знаешь Как с тобой поступим В прошлом году Было большое событие Это открытие Своей верлоги Своего места Скажем так Наверное Для будущих поколений Открытие родоначального Охотничьего Охотничьего фамилия Охотничьего гнезда Это очень круто Это мечта любого Скажем так Все равно ты общественник Как ни крути Общественного охотничьего деятеля Который бы мечтал иметь Действительно Вот такую классную обстановку Будет неплохо Если ты сейчас пройдешь Расскажешь Как у тебя все устроено Потому что многие люди видели Но многие не были Живут далеко Им бы было интересно Посмотреть Давай сюда и начнем Изначально Это основная комната Которая делалась Не просто так То есть это делал На самом деле Человек знающий Я ему рассказывал Про нашу продукцию Говорил характеристики Потому что Раньше Ну греха таить Ничего Как бы мы работали В простом гараже Топились Печка простая стояла Клорифер На улице могло быть Минус 30 Как на фронте Но был Один Небольшой минус Это при настройке Когда у тебя Жесткие стены У тебя идет Отражение звука И при этом Отражении звука Всегда Надо меньше усилий Для того Чтобы получить звучание И соответственно Когда еще звук Начинает отражаться Начинает друг на друга Накладываться И фон манка Тебе кажется Абсолютно хорошим А когда ты выходишь В открытое пространство У тебя сразу Манок проваливается И это как бы Мы четко для себя Уяснили Здесь уже сделано Все так Чтобы было Максимально приближено К охотничьим условиям Здесь звук Глушится Он не дает Таких скажем Поблашек То есть если он Недоточен Мы его почувствуем легко Что манок Не дотягивает До определенных Тональностей В этой комнате Сделали еще одну комнату Полностью там По шумоизоляции И так далее Уже сделали Специально Как бы пролоном Конечно для настройки Для нас это большой плюс Потому что вообще В целом Вся наша работа Это единственное Почему мы никогда Не могли никуда приземлиться Нигде нельзя кричать То есть в любом случае Соседи какие-то приходят И так далее Здесь я закрываюсь Что хочу То и делаю Там день и ночь То есть это моя комната Я получаю здесь удовольствие Поэтому конечно Качество я считаю Что стало Еще чуть-чуть Но лучше Здесь помимо готовой продукции Лежат заготовки Это акриловые манки Более дорогие Серые Джокер Доминатор Как правило День уделяется Разным узлам То есть этот узел Может быть пластиковый Либо узел латунный Это разные инструменты Настройки Обязательно Конечно мы стараемся Соблюсти эти правила Если мы делаем латунь Значит мы делаем латунь Если мы делаем Акриловый узел Значит мы делаем Акриловый узел Пытаемся добиться Правильного звучания Здесь у нас представлена В принципе Вся наша продукция По духовым манкам От самых бюджетных До самых дорогих Все наши линейки Они разделены на две группы Это соответственно Гусиные манки И утиные манки Здесь можно Спокойно кричать Пробовать Испытывать манки Именно под свой выдав То что уже Сами любят охотники Человек здесь Может найти Именно все Что хочет знать О манках Раздел Ути на территории Это футболки Толстовки То есть все Что у нас участвует В этой акции Можно это все Потрогать Пощупать У кого такой возможности нет Конечно все это Можно заказать Через интернет Все денежки Которые мы Зарабатываем С данного проекта Мы делаем Из производства Водоплавающей дичи Выпускаем птицу Пытаемся Сделать небольшой акцент И подключить людей Более активным действием Чтобы все В этом участвовали В принципе я думаю Что каждый производитель Должен вкладывать Часть своих средств Именно на воспроизводство Тогда наше будущее Будет более понятным Не только для нас Но и для самих охотников Касса Наши каталоги Это наши партнеры Кто занимается И кто весь Оформлял нам Магазин Именно экспонатами Вот такими красивыми То есть это Ребята на самом деле Профессионалы В будущем мы думаем Что здесь будем Потихонечку Делать Помимо Взрослой школы Здесь будет детская школа Где мы можем Спокойно Рассказывать детям Показывать какие-то виды птиц Сделать более Какое-то красивое Красочное Обучение для них Здесь Это проектная история Утиная территория Все что продается Идет у нас Исключительно На воспроизводство птицы Кружки Определенные Манки И самое интересное Что будет В ближайшее время Мы сделали Вот такой вот Значок Такие значки Будут получать Участники Проекта Потому что Купить его Будет В принципе Нельзя Может быть Когда-нибудь Человек Который придет В общество За путевкой У него будет Находиться Данный Значок Его могут уже Воспринимать Что этот человек Действительно Что-то делает И к нему В принципе Будет Немножко Другое отношение Также В этом зале У нас Вся маскировка Которой мы занимаемся Сети Халаты Куртки Костюмы Маски Линейку Мы немножко Увеличили Есть где Померить Есть где Посмотреть Обязательно Затрону Тему Нашего Лешки Которого Уже нет Это Такой Исключительно Его уголок Это его Манки Поскольку Он В принципе Такой Был Большой Ребенок Вот эти Два Персонажа Как бы Так В памяти Любил Очень сильно Мультики Здесь же Представлены Чучела В принципе Мы не делаем Акценты На продаже Этих вещей А только Показываем То Чем мы Пользуемся Сами Это все Америка Конечно Ценник У этих Вещей Достаточно Дорогой Но Здесь уже Выбираем Самостоятельно Это тоже Утиный Гусиный Чучела Вяхер То есть Это Тоже Одна из наших Любимых Охот Это наша Комната Которая Изначально Мы понимали Что она У нас Будет Для того Чтобы Снимать Так Чтобы Было Здесь Комфортно Собраться Людям Посидеть Пообщаться Приходят Гости Спокойно Сидят Если Что-то Надо Подождать Это Наш Второй Дом Где Мы Рады Вас Видеть Приходите Будем Общаться Разговаривать Как Вообще Пришла Идея Снимать Фильмы В принципе Уже Тогда Поскольку Был Компьютер Был Интернет Естественно Я смотрел Американские Охоты Смотря На все Это Конечно Было Просто Восторг Как так Почему Люди Так Могут Мы Не Можем Поэтому Конечно Изначально Была Куплена Камера Она У нас Стоит На этом Видовом Месте Это Наша Первая Камера И Вот С этого Все Началось Все Охоты Раньше Снимал Я самостоятельно Друзья Охотились Я Залезал Либо Потом Друг Перехватывал Потом Нашли Первого Студента Который Учился На оператора Тоже Начал Снимать Потом Получилось Так Что Мы Сошли С Сергеем Суткиным И Конечно После Него Такой Скажем У нас Уже Был Резкий Толчок Все Так Оператор Он Классный Вот Объясни Как так Получилось Суткин Дофига Снял Передач На самом Деле Но Они Совершенно Другого Формата Я Так Думаю Что Просто Не Было С ним Рядом Тех Охотников Которые Могли Ему Предоставить Правильную Картинку И Как Только Он Получил Вот Этот Формат Классной Картинки Идеально Красиво И Для Нас И Мне Кажется По Всем Отзывам Комментариям Тогда Помню Читал То У Людей Мы Опустили Главный Момент Откуда Родилось Название Школы Охоты Как Оно Родилось По Большому Счету Это Название Родилось У моей Жены Как То Молниеносно Вышло Давай Скулхантер Школа Охончего Мастерства Было Понятно Что Есть Какая Нехватка В информации Чтобы Дать Людям Эту Пищу Мы Не Претендуем Ни В коем Случа Что Мы Мастерства Пока Я думаю Впереди У нее Все равно Какие-то Будут Новые Движения Проект В формате Охоты Это Все-таки Охота Водоплавающая Утка И гусь А сам Дмитрий Мельник Какую Больше Охоту Любит На утку Или на гуся Утку Гусь И вехер Я не могу Отдать Жесткое Предпочтение Честно Такого Нет Даже Тот же Вехер Весной Каждый раз 9-10 Когда мы Едем С охоты С Архангельска Я уже Смотрю Все эти поля И мечтаю Только о вехере Хорошо Дим Я задам Тебе Страшный Вопрос Нет Я все равно Тебе Отвечу Предпочтение Все равно Отдам Наверное Гусь Пусть Небольшой Но гусь Хорошо Просто Я вопрос Хотел Задать Всегда Обычно Когда люди Не могут Найти ответ На альтернативной Рамке Если бы Предложили Что Останется Только Одна Охота Остальные Вообще Все закроют Какой бы ты Выбор Для меня Это такой Патастрофический Вопрос Но Все-таки Гусь Когда возникло Понимание Что Сам по себе Проект Школа Хочи мастерства Может как бизнес Без вложений Сам себя Обеспечивать И ты понял Что в принципе Я могу Это воспроизвести В формате Своей жизни Не только Как свое Хобби Увлечение А именно Как бизнес Когда возникло Это еще Прямо Сразу Первый день Ты бросил Все Да Я бросил Все Причем Наверное Я там Один из первых Людей Вообще Кто Внедрил Охоту На фазана В Московской Области И так далее То есть После меня Пошла Эта ступень Но сейчас Она уже Повсеместная Я не считаю Это лаврами Кто-то делал Может еще Пробовал То есть Я не претендую На какие вещи Я почему-то Резко Обрубил Эту охоту Хотя Многие Фермы Которые Сейчас До сих пор Существуют Выращивают Очень большое Количество Дичи Именно Фазана То есть Они были Основаны И как бы Изначально От нас Это все Я полностью Закрыл И как бы Сразу Перешел Именно В охоту Ну В производство Монгок Все равно Вот согласись Ты в какой-то момент Осознал Что блин Вот сейчас Прямо Хорошо И наверное Лучше И не может быть Сколько времени Прошло С того момента Чтобы ты Это понял Как ты только Начал этим заниматься На втором году На третьем На первом Я понял Наверное Все таки Так уже Стабильно Это третий год Когда в принципе Мы уже поняли Что уже надо Справляться Как бы сотрудников Даже каких-то брать Распределять Какие-то обязанности Потому что Я же на самом деле Очень узконаправленный человек Исключительно Мне сейчас лежит По большому счету Это настройка Монгок Все остальное Как бы Все что сделано То есть Это Стечение обстоятельств Когда рядом с тобой Оказываются нужные люди Все остальное Как бы Здесь уже Распределено на людей Подожди Я немножко не понимаю Ты сказал Вот третий год Как чувствуем стабильно А до этого До этих вот лет Сколько времени прошло Что ты шел к этой стабильности Что ты ее почувствовал Нет Нет Не третий год Нет Года три понадобилось Чтобы уже стабильно себя чувствовать Да Что мы понимаем Что да Есть какое-то движение Есть куда дальше двигаться Куда мы можем развиваться То есть в какую сторону Вот Смотри Тогда еще вопросы Из сферы Все-таки деятельности И предпринимательства Ты говорил Я тогда был Настолько счастливый человек У меня было Две собаки Двенадцать долларов И нам хватало Да Как выглядит вот сейчас С утра Один рабочий день Дмитрий Мельников Опиши его Вот ты проснулся Во сколько Ты знаешь Сейчас меня заставляют спать Потому что То ли это погода Так влияет на людей Да То есть я прям чувствовал Что я сломался Очень сильно Обычно стандартный Рабочий день Это в пять часов Я на работе Это самое позднее И часиков Наверное до одиннадцати Я должен работать Понятно что летом Когда нет сезона Как бы мы можем Чуть-чуть Себе позволить Меньше Рабочего времени Вот А в целом Как бы это вот Такой формат А вот как получилось Все-таки Копеечка Копеечки Или пришлось брать кредиты Занимать деньги у друзей Да Брать кредиты Деньги Не старался у друзей Занимать Брали кредиты Приходилось Все закупать Какие-то станки Какое-то оборудование Впоследствии Как бы помещение Нежели платить Сумасшедшую аренду Мы посчитали Что проще Выплатить кредит То есть это не так Что прям На тебя там посыпалось Но в целом В любом случае Это уже как бы Наше помещение И я никому Ни за что не плачу Конечно Это намного легче Смотри Тонкий важный вопрос Меня сейчас даже Многие поймут Кто услышит Опыт и присутствие На охоте То рано или поздно Ты приходишь К такому моменту Настрелялся Да И у многих Вот в этом Вот и в этих рамках Возникает определенный Осадок внутри И большинство Вот даже по общению Сейчас Всегда выдвигали Такие идеи Что нужно что-то делать Что в идеале Мы вот будем Делать какие-то Воспроизводственные вещи Помогать природе Кто-то что-то делал А вот как бы глобально Никто в итоге Ничего и не замутил И у меня всегда было Понимать И я не скрою секрет У меня была Очень долгие годы Эта мечта Но нехватка времени Денег И всех таких вещей Оно никогда не вытекало Ни в какие действия И вот вдруг На авансцене Два года назад Дмитрий Мельник Объявляет Проект «Ютимный территорий» Мы не будем обсуждать Как к нему кто относился То, что про него не говорил Мы обсудим факт На сегодняшний день То, что было проделано Миноприятие Потрачены средства И получен результат Сейчас об этом поговорим Скажи Как давно зародился Идея проекта И почему ты решил его Реализовать Только два года назад Если ты раньше думал о нем Да Проект уже давно В принципе Вот тот первый фильм Где-то два года назад снят Но просто к сожалению Может быть так и должно быть Не было возможности смонтировать Не все было готово Тут же очень много Можно о себе объявить Очень громко В принципе проблем нет Сейчас с этим Но дальше должно быть Какое-то действие Для того, чтобы объявить Утиную территорию Мы должны были понимать Кто нам будет заниматься Выращиванием птицы То есть это должны быть Какие-то стабильные люди Тем более не посторонние То есть не домашний ход Так выращивать Это должны быть специалисты Как раз у нас Такой специалист Как бы занимаются То есть это Бывший начальник охоты Управления Тамбовской области Это до мозгов профессионал К сожалению Иногда вот такие люди Уходят с управления Человек себя нашел Слава Богу Он сейчас выращивает Огромное количество птиц Без нас Это человек Который знает Что делает Ну и так По секрету еще скажу Мы сейчас С Соней Тоже общались Мы сейчас получаем разрешение И я думаю Через два года У нас будет Маточное поголовье Полностью декометиться Она будет готова Ко всему То есть это вот Это надо было все пройти И конечно Когда мы это поняли Что это мы можем Тогда мы это все объявили На самом деле Как бы это только Маленькие какие-то части Я думаю Что впоследствии Это приведет К более большому Даже новому направлению Которому мы можем Даже сейчас Не догадываться Скажи тогда Все равно Нужно же ответить людям И когда ты запустил проект Многие написали И ходил такое мнение Даже может быть До сих пор У кого-то оно осталось Что умели купать продажи И он не знает уже Что выдумать И вот он выдумал Значит утильную территорию Якобы под видом Какой-то деятельности Которую мы будем Осуществлять Он значит собирает Со всех денег И ничего не будет По факту Прошло время Как оказалось Оказывается в России Бывает так Что что-то оказывается Делают Они просто всем лапшу На уши вешают И получается Что сейчас Есть организации Которые может быть Хотели бы поучаствовать В твоем проекте Но просто о нем Не знают Или не слышали Да Как им Какие-то есть условия Чтобы присоединиться к кухне Есть вообще никаких проблем Да И мы делаем Настолько все прозрачно И понятно Но у нас изначально Было условие Что мы Ту птицу Которую покупаем Скажем Не за свои деньги А за средства Охотников Которые покупают Нашу продукцию Ути на территории Мы отдаем обществу То есть это угодие Общего пользования Куда может прийти Мы заинтересованы в объемах Да То есть вот на данный момент У нас сейчас утенок Стоил в том году 240 рублей Это при маленьком объеме Мы выпустили По-моему Порядка 1200 штук Это то что мы отдали Помимо этого Есть еще Частные лица Частное охотничье хозяйство Которые За свои деньги Купили Не у нас Просто мы даем Контакты фермы Они у фермы Покупают птицу Единственное Что мы просим Чтобы мы могли Зафиксировать Этот выпуск Для тех же самых Орнитологов Что вот Охотничье сообщество Вот это сделало Окольцевать И потом получить Какую-то там Полезную информацию От них Такие люди есть Мы сразу договорились Что мы На свой расчетный счет Не получаем ни копейки Они передают Эти средства ферме То есть официально Покупают птицу Получают все документы Ветеринарные свидетельства Их учат Как надо все правильно сделать И человек Который потратит свои деньги Он может Пальцем тыкнуть Куда не хочется Выпустить эту птицу То есть он Ей полностью сам распоряжается Ту птицу Которую мы Сейчас собрали С охотниками Мы выпустили В Ростовской области Выпустили В Московской области И в Казани Но столкнулись С одной проблемой Что люди Которые получают Птицу просто так Не за деньги В принципе Они ничего не хотят Делать вообще Иногда я привозил птицу И понимал Что я его пускаю Никуда Что очень приятно Вот я просто посмотрел По коммерческим хозяйствам Когда человек Тратит свою личную копейку Совсем другое отношение К этому Это не говорит о том Что мы сейчас начнем Давай только коммерческим хозяйствам Мы дальше Дальше Что сейчас Я обычный человек Я хочу поучаствовать В утиной территории Как физическое лицо Для меня есть какие-то варианты? Варианты есть Первое Что мы советуем Просто обратиться В свое хозяйство Потому что в любом случае Процесс выпуска Это не просто Хаотичные какие-то движения Это птица И у птицы Есть ветеринарные свидетельства Слушай, это я все понял Я тебе немножко подругой Если я, например, хочу Какие-то вещи по биотехнике Воспроизводить Что-то делать Имеет ли возможность Ути на территорию Сейчас расширять Свой кругозор В отношении биотехнических мероприятий Чтобы обычное физическое лицо Могло бы пойти И устраивать биотехнию Но помимо выпуска Как бы в любом случае Проблема-то Не только в этом То есть Собирая информацию С разных мест То есть мы понимаем Какие есть проблемы В целом Есть сейчас очень интересная тема И вы это делали Это гнезда Честно скажу Не верил в эту историю Но пообщался с другими людьми Я был просто в шоке Когда я узнал Что до 50% Заселяемости этих гнезд Вы рассказали И сейчас мы захотим Рассказать про те же самые истории Делайте, ребята, гнезда Мы от себя даже будем Еще вас поощрять За эту историю Фиксируйте Показывайте Не надо никому ничего Доказывать Просто сделайте у себя Там, где вы охотитесь И все создайте Вот у себя какой-то очаг И уже это будет Уже очень полезно Дим, вот все-таки Школа охоты И преемственность поколений Скажи У тебя же есть сын? Да Первое Расстроишься ли ты Если не станет охотником? И второй момент Чувствует он То, что движение В сторону природы И что за плечами Все-таки Уже сформированный Авторитет отца Давит к тому, что Ему в любом случае Придется продолжать Тут давления нету И в принципе Я чувствую, что он Не станет охотником Большому, может быть Моему сожалению Но пока я не вижу В нем Он ездит на охоту Периодически Иногда у него есть желание На такие более легкие охоты Мы берем В основном Это на вяхере Будет желание у ребенка Ради бога Ну иногда Зачем Как бы Вот это его Насилие Над его личностью Может у него Как бы свое Призвание Как бы Это его Будет исключительно Его выбор Но если честно Все-таки У меня души Это расстраивает Ну да Но я надеюсь Что еще Там внуки будут Все-таки дожить И так далее Может там Через поколение Да Как-то это все приходит Но в целом Может быть кому-то Это будет интересно На данный момент Это не его Дима Ну тогда вот Тогда тонкий вопрос Ты как считаешь Это все-таки Какая-то генноинженерия Заставляющая человек К этому приходить Или все-таки Прямо воспитание Сладенчества И среда Из которой просто Нет другого варианта Как охота Ну вот не знаю Где-то У кого-то Наверное Это сидит Да У кого-то Это нет Момент Он всех интересует Очень часто Под твоими видео Существуют комментарии Что вы вообще Слышали о нормах Добыть Что вы творите Вот скажи Вот для тебя лично Вот все равно же Состоялось На человек В коллективе В команде При самых максимальных Благотворных условиях Охоты Когда очень много дичи Вот на человека Помимо того Что существуют нормы Определенные законом Ты сам считаешь Вот по утке И по гусю Какая норма На человека в день По гусю Пять гусей за день Это достаточно Достаточная норма По утке Я думаю 10 голов 10-15 Ну давай так Если начало сезона Вот мне очень нравилось Как это было раньше В начале сезона До 15 сентября Например Был там отстрел Пять штук Да А потом После 15 Когда началась Массовая миграция Нормы отстрела Убирались То есть Не за то Чтобы они убирались А за то Чтобы например Там было там 15-20 штук Утки Мы могли добывать Результативный охот Это не есть плохо Если она грамотная охота Когда нам дано Условно Я могу там добыть Там 10-15 птиц Я привязан к одному месту Я не бегаю по угодям Да Мне не надо Потому что у меня Вот здесь вот стоит Там несколько сотен Может быть тысяч рублей Я охочусь И естественно Эта норма добычи Она может как-то Делать правильный процесс охоты На какие-то виды Может быть ослабить И прессинг Но на какие-то виды Если это позволяет То в принципе Почему бы и нет То есть охотиться Последний вопрос У меня к тебе Достаточно такой серьезный Затянет Мне кажется Тебя тоже в ответ А может и нет вовсе Люди когда очень долго Уделяют внимание Именно охотить духовым манком Соревнованиям Работать с духовым манком То рано или поздно У некоторых из них Возникает желание Создать свой манок И получается то Что появляются на рынке Манки Нельзя судить Плохие они хорошие Какие-то лучшие Какие-то хуже Безусловно Но наверняка Каждый в том числе Думает о том Почему бы мне тоже Не создать определенный бренд Так же как у Дмитрия Мельника Вот Что бы ты пожелал На этом пути Какие бы Чтобы они не повторили Твои ошибки Которые ты прошел Ну в основном Которые я смотрю ошибки Люди допускают Одну единственную ошибку Вот Не надо заравняться На нас вообще То есть Надо идти своей дорогой И все То есть Я иногда заметил Что человек Который пытается Выти на рынок Да То есть Он берет Элементарную вещь Так Давай-ка мы сейчас Мельника обосрем И обратим на себя внимание То есть Это в принципе Не работает Я не против этого Но в целом Это не та история Но мне кажется Увлеченного человека Это получится Все само собой То есть Его в принципе Учить надо Это на каком-то внутреннем состоянии Почувствовать эту ситуацию Да Если это исключительно А вообще Честно Ты чувствуешь Конкуренцию Вообще Нет Это вообще Вот ерунда Я не понимаю Даже каких-то Многих производителей Да Когда Какие-то Вот они между собой Устраивают историю Ребят Мы заходили сюда На рынок Здесь все было Забито Америкой Еще какой Америкой Понимаете Это Рыбоны Это РСС Это все Что там На свете Было связано Все это Сюда Завозилось И мы Когда заходили На этот рынок Он был полностью Забит Этими Американцами Ребятами Я честно скажу Когда мы сделали Хантер Вот этот Хантер Каким-то образом Гусиный Попал на Американский рынок Американцы Нам прислали Письмо С рекомендованной Ценой Чтобы они Здесь На нашем рынке Могли с этим Хантером Конкурировать Я сказали Он должен стоить 50 долларов Но мы его сделали 1400 И он до сих пор 1400 И много Этой Америки Уже здесь Не стало Ну в целом Я не говорю Что это Какая-то Наша заслуга И у нас Не было Цели Делать Просто Мы делали Своё дело И поэтому Когда появляется 5, 7, 10 Отечественных Производителей Ребят Да вы что Посмотрите Там в каждой Деревне По несколько Производителей Ну у нас Ножами Такая история Они спокойно Там живут Каждый делает Своё дело У каждого Есть своя История Не надо Куда-то Распыляться Делайте Свои хорошие вещи Учите Людей Показывайте Ну вот тогда Твой прогноз Рынок вообще Манная охота В России Будет расти Он будет расти Если мы будем В это вкладывать Не брать только Оттуда ресурсы Потому что ресурсы Это птица А если мы будем Вкладывать То есть не только Рынок манков Это рынок одежды Рынок оружия Рынок патронов И так далее То есть Вот такой хитрожопый вопрос Если какая-то Компания Которая производит Манки И какой-то Производитель манков Захочет поучаствовать В уйти на территории У тебя нет ограничений Вообще нет никаких То есть Мы вообще всех рады Видеть И сразу сказали Что ребята Вся политика Вот эта внутренняя Которую мы никогда Не касались Мы всячески Исключаем Приходите все Вот и давайте Участвовать В целом Выигрыши будут Абсолютно все Это понятно всем То есть Если мы этого Делать не будем Тогда конечно А в целом Мы все От этого только выиграем Я понял Скажи Вот Логово Родовое гнездо Как угодно Магазин можно назвать Сюда может прийти Любой Всегда В любое время Когда он захочет Да В рабочее Не только в рабочее Ко мне Иногда Я приехал Пол шестого Уже ребята С этой С Владимирской области Стоят Раньше времени Приехал Ну Так получилось Пожалуйста Заходите Здесь То есть Когда ты здесь Открылся Да я могу здесь Задести Задержаться Ради бога Если кто-то позвонит И я здесь Всегда открою То есть Кому если переночевать Там нет Какие-то вопросы Переночевать Ну оставайтесь Конечно Диван есть У нас Иногда здесь Сотрудники Могут спокойно Прилечь Там Устал человек Свет выключил Если нет Никого Отдохнул У нас Это Такое Все Спокойное В этом плане Дим Может были Такие у тебя Или нет Все-таки Таких желаний Все-таки Любой Бизнес Он предполагает Сетевое развитие Думал Когда-нибудь Об этом На это Сила нужна Если я Сейчас начну На кого-то Перекладывать Обязанности По настройке В принципе Это основная История То мы В принципе Будем терять В качестве Я понимаю Свой человеческий Ресурс Потому что Я не буду Врать У нас Есть обращение С Европой У нас Есть обращение С Америки Очень серьезное Когда Американские Люди Хотят продавать Серьезно Наши манки При этом Они их получали Видели Пробовали Тестировали То есть Это не просто Он там увидел Можно я там Начал сперва Какие-то Образцы Либо через кого-то Либо и так далее Но к сожалению Человеческого ресурса Не хватает Именно при настройке Налепить просто Манки Язычок Звуковой узел И пошел Так Ну мы делать В принципе Не хотим В целом Вот охватить все То есть мы Не можем То есть даже Наш рынок И вот все-таки Если взять Стандартные Социальные Необходимые Вещи в жизни Человека Это семью Работу И увлечение То охота Для тебя Стоит на какое-то К моей радости Это все Во едином у меня Уже Семья Увлечение Работа Я думаю Одно и другого Как бы нет Существует Поскольку У меня в работе И супруга Здесь очень активно Работает И дочь моя Очень активно Работает Вся семья В принципе Всегда здесь Правильно я понимаю В принципе Что на сегодняшний день Можно сказать То что Как только могло Состояться Настоящее Человеческое счастье И охотника Это когда И работа И семья И самое любимое Влечение Тире Жизнь Оно объединено Все вместе Конечно Конечно Это сто процентов То есть Это вот А может Вот тогда вопрос Это действительно И есть залог Того самого успеха Что и В формате И проектов И бизнеса Это работает Именно только потому Что это именно так Наверное Вот Ну сколько тогда Вот последний Вот момент Мне бы важно Вот если бы Семья тебя не поддерживала И ты бы сам Вот один Все получилось Нет Нет Никогда в жизни Сегодня мы были У Дмитрия Мельника А если вам будут Интересны Другие персонажи Вы можете написать В комментариях Обязательно С ними встретимся И запишем для вас Их историю успеха Всем пока